Девчоночки, всем привет! Я знаю, что многие любят Тараново, поэтому я зашла посмотреть, что есть именно в Океан Плази или Оушен Плази, одно и то же, как меня исправляют некоторые. Вы знаете, в Тараново я обычно ходила на Крещатике, там довольно неплохой магазин, там два этажа, на втором этаже постоянные скидки. Этот магазин меня удивил своими размерами и также огромный выбор, футболки там до 100 гривен, смотрите, какие есть веселые, кто любит с рисунками, выбор огромный. Как видите, все неаккуратно, потому что людей было полно, это как раз такой день, когда просто, наверное, все рванули в торговый центр за покупками, но если порыться и не толкаться, то, в принципе, можно спокойно что-то найти и купить. Вот такая футболка мне понравилась, такая, можно сказать, базовая, я ее взяла примерить. С футболками из торгового центра, конечно, всегда беда у меня и у моего мужа тоже, потому что они недолго живут, вот если взять секонд-хендерские футболки, то по два, по три года носим, даже по четыре некоторые, и им хоть бы что. А с торгового центра постоянно или машинка испортит, даже если на минимальной наручной стирке стираешь. Ну а так только руками, если с ЦЦ покупаете, нежно, бережно стирать руками в тазике самостоятельно, тогда она дольше проживет. Вот эта футболка мне понравилась, та, что порезанная, очень интересная и стоила вообще до 100 гривен, гривен 70, по-моему, если не ошибаюсь. Я как раз помню, в предыдущем видео в секонде нашла белую футболку, хотела как раз ее также порезать, но решила оставить и не портить, потому что она просто офигенная. Как видите, базовых вещей без рисунок полно, то есть тоже можно выбрать что-то интересное, но судя по ассортименту, я вообще поняла, что это даже не нючик зафл, те магазины, которые мне присылают вещи на обзор, это какой-то вообще дешевый алиэкспресс на самом-то деле, что по ткани, что по качеству, я там даже нашла, чуть попозже будет, полностью такая же расцветка и такая ткань, как мне недавно прислали платье. То есть вообще, наверное, копейки стоят, но, в принципе, за копейки они продают в ТЦ, это, видимо, уже все распродажа полнейшая летних вещей, вон, если видите, это вот белая мне понравилась, кстати, неплохая такая классическая, но вот голубая, у меня такое платье есть, прислали недавно, один в один, вообще ткань такая же. Как видите, все это Китай все-таки. Да, магазин больше для подростков, конечно, но есть что выбрать и нам с вами, 30-летним, я вам скажу, что мужские вещи довольно неплохие, мой муж купил классные брюки с резинкой на щиколотке, и ему этот фасон очень идет, он раньше фукал, не хотел никак примерять даже, а в этот раз он купил за 200 с чем-то гривен себе брюки. Я вам вставлю фотографию, потому что видео вряд ли я найду, очень понравился этот фасон, теперь мы будем покупать лучше, дороже, ну, такого вот фасона, и футболку тоже покажу вам попозже, какую он выбрал. В это время я присматривала еще летние вещи, поэтому решила зайти, да еще и вам поснимать заодно, но, девчонки, ко мне столько классных вещей приехало, я скоро вам сниму видео, и они реально дешевле, чем в этих инстаграм-магазинчиках, я просто влюблена и жалею, что они ко мне приехали уже в конце сезона, но они невероятно крутые, попозже увидите. Вот такие шортики мне еще понравились, почти 200 гривен стоили, но я вам скажу, что мне Теранова на Крещатике больше нравится, чем этот магазин, не знаю почему, мне кажется, там какие-то вещи более современные, что ли. Здесь он хоть и большой, но толку мало, там на первом этаже, в принципе, мне много нравится, именно на Крещатике, если будете, можете зайти, там всегда вывеска распродажа в связи с закрытием, но закрывается он уже лет 10 последних, поэтому это просто такая уловка, вот, но скидки там тоже неплохие есть. Я все-таки решила не уходить с пустыми руками, я пойду в примерочную, но для начала покажу вам вот такую вот ветровку, я вот подобные ветровки давно хотела, но, блин, на них цена сумасшедшая всегда, по сей день, и даже на скидках, это стоит 800 почти, прикиньте, мне вот эта вот персиковая нравится, невозможно найти дешевую такую ветровку именно с такой комбинацией цветов, оттенков, я в шоке, даже на скидках она стоит дофига дорого, еще ни разу не видела ее за 200-300 гривен максимум, где найти, блин. Короче, в Тараново я не была где-то больше года, даже два, наверное, года, не была в Тараново, и здесь такие скидки, оказывается, цены просто дешевле некуда, вот 99 гривен, такой вот топ-сердечко, мне он, кстати, нравится, и там красивая спинка, смотрите, вот такая вот, наверное, возьму прикольный топик за 99 гривен, почему бы не взять. Вот такая футболка, ну, как базовая, она просто классика, она, он такой вариант давно продавался, и на рынке он постоянно. Короче, такая футболка 79 гривен, я, честно, не знала, почему мне не сказали, что дешево так, и выбор большой, ну, конечно, Китай, 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 но все равно, смотри, вот этот хлопок, это хлопок, и 79 гривен всего лишь, не знаю, брать, не брать, простенькая я слишком, наверное, брать не буду, можно как ночнушку использовать, но для ночнушек должны быть ночнушки, вот, здесь еще кое-что интересное есть, сейчас примерю по порядку, но пока что насчет нее подумаю, можно просто подвязывать, и так она будет выглядеть интереснее. Такие топы везде по 400-500 гривен, Теренова 99 гривен, но он какой-то, видите, это не складка, это не мой жирок, нет, это вот, оно как-то растянется, ткань такая, сама нить по себе, знаете, она, ну, даже если постирать, оно, если растянуто будет, оно на место не станет, поэтому, нет, сейчас в черном варианте примерю, потому что это такой неудачный цвет. Вот в черном цвете куда интересней, но все равно что-то не так, мне не нравится вот это вот все, я брать не буду. Некомфортно. Следующий вот такой вот обычный топ, он немножко даже блестит, смотрите, такая ткань интересная, хлопок с полиэстером, наверное, и мне нравится очень сильно кровь, поэтому возьму, возьму вот здесь подчеркивает, вот это вот ненужное, но все равно возьму, 79 гривен, почему бы не взять. Ну, и эту возьму, я с детства хотела, помню, сама резала футболку. Кстати, почему нельзя переделать старые футболки и сделать вот таким вот образом красотенье. Ладно, я возьму, наверное, эту, такая морская, прям морская. 129 гривен стоит. Короче, футболку резаную я не взяла, оставила, не знаю, я подумала, что я один раз, может, надену ее и все. Вы видели, какая очередь к кассе, я стояла очень долго, и пока в очереди стояла, я еще кое-что прикупила, даже не примеряя. Сейчас покажу на себе, конечно же, поэтому пойдемте уже домой, мы сейчас окажемся у меня дома и с красивым освещением. Итак, во-первых, Юрка купил вот такую футболку, вот она классная, по расцветке, я сказала еще несколько взять, но уже его размера не было, к сожалению, разобрали по полной программе. Качество очень хорошее. Это Терранова. О, 2ХЛ уже носит, вот блин. Взял вот такие штаны, значит, смотрите, здесь резинка, это вторая партия уже пошла. Первый он взял вот эти, и посмотрите, какое ужасное качество краски, ткани, я не знаю, он просто ехал в маршрутке, и когда солнце светило, у него штаны все выгорели. Капец, они такие рабочие стали, видите, просто ужас. Вот, а потом он пошел и взял еще две пары, взял бежевые и вот эти вот хаки, но эти еще нормальные пока что. Ну, за 200 гривен, знаете, поносить, в принципе, можно. Самое главное, он понял, что ему такой фасон подходит, поэтому будем смотреть уже в других магазинах, более качественные, может, из джинсы возьмем такого же фасона. Вот, а так они прикольные, бежевые вообще супер выглядят. Я, конечно же, взяла этот топ, он мне очень понравился, спинка красиво выглядит, вот, и без бюстгальтера можем носить. Я, кстати, вообще хожу без бюстгальтера в основном, мне так удобно уже очень давно. И этот топ мне просто идеально подходит, эти миленькие маленькие сердечка, очень красиво выглядят. И еще кое-что купила, непривычное для себя, сейчас покажу на себе. Вот, непривычная для меня одежда, и, конечно же, шорты не супер завышенной талии, но они мне понравились, я их взяла. Именно белые с черными полосками у меня получился такой комплект. Вот тот топ тоже забрала. Вот, мне понравился верх, как сделан. Качество, кстати, неплохое топа. И шорты обычные, хлопковые. Так, знаете, иногда шортики нужны, просто надеть и побежать. На пробежку, например, да, девочки? Шорты мне обошлись 149 гривен стоили, а не 199 гривен. А топ мне обошелся как раз вот с волосами какой-то консультантки, я не знаю, менеджера, который клеил ценники. Очень, знаете, бонус такой, блин, три в одном. Топ мне обошелся в 79 гривен, а стоил он 149. Ну, я вам скажу, что вот такая вот неплохая цена для комплекта, кто хочет подобный комплект. Почему бы и не взять? Поэтому я, в принципе, довольна. По крайней мере, это новые вещи, не секонд-хенд. Да, в секонд-хенде, возможно, есть и дешевле, и можно подобное найти, но, знаете, не все секонд-хенды дешевые, которые я хожу и вам снимаю. Там бывают цены, что и по 100 гривен вещь. Вот, ну, в принципе, по цене АТЦ, да, когда на скидках. Поэтому раз на раз не приходится, как говорится. На этом, девчонки, все. Всем большое спасибо за просмотр. Знаю, что вам секонды нравятся больше, но и без этих магазинов тоже жить нельзя. Поэтому, если понравилось видео, ставьте лайк. Буду благодарна. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. И всем пока-пока. До новых видео с секонд-хендом. Всех обнимаю. Пока.